Начинаем нашу пресс-конференцию на тему развития международных академических проектов в Харьковском регионе. Участники проекта «Новые люди» расскажут, как привлечь европейскую молодежь, обучаться и проходить практику в Украине на примере существующих проектов. Сегодня у нас в гостях Сергей Савицкий, глава общественной организации «Мудикульти» и Оздам Виндогдуб, лектор немецкой академической службы в Харькове. Да, добрый день всем. На самом деле я хочу немножко поправить. Мы расскажем и о тех существующих проектах, которые уже существуют для украинских студентов, и их возможности для получения международного опыта, международных проектов. И потом зайдем немножко с другой стороны, покажем, что мы делаем для того, чтобы приезжали в Украину, наоборот, что немаловажно. Потому что, как все знают, тяжелое время в Украине, как и экономическое, небольшой такой кризис, он способствует тому, что люди постоянно выезжают. И студенты по разным академическим программам, рабочим программам. И работа над тем, чтобы люди возвращались и, наоборот, в Украину ехали. Это достаточно серьезный такой труд, как и труд средств массовой информации, так и непосредственно общественных организаций. Поэтому мы немножко расскажем, я думаю, о тех программах, которые существуют для украинских студентов для выезда с возвращением на зарубеж, как нам помогают наши европейские коллеги. Сегодня со мной моя немецкая коллега Ослам. Она представляет немецкую службу академических обменов. Это одна из самых крупных академических организаций в мире. Они присутствуют практически в каждой стране, там, где есть хорошее образование. И вот пропагандируют качественные стажировки, качественное образование для всех видов студентов. Также общественная организация Multiculti.ua тоже большими трудами. Четыре года назад стала официальным представителем немецкой биржи труда, для того, чтобы у каждого студента украинского с всех специальностей была возможность официальной государственной стажировки и практики в Германии. И потом, я думаю, мы поговорим непосредственно о проекте «Фрайвили Ганну Парк и Контент Программ», с помощью которого молодые специалисты из Австрии, Швейцарии и Германии проходят стажировку и проектную работу непосредственно здесь, в Украине. Так что, я думаю, наверное, начнем немножко с наших гостей, с представителя ДААТ. ДААТ представлен уже около 10 лет, если я не ошибаюсь. Около 10 лет ДААТ... — Он здесь, в Хакиве? — Да. — Нет, в самом деле, гораздо дольше. С 1999 году пришел первый директор здесь, в Хакиве. Ну, я думаю, уже около 15 лет, поэтому я попытаюсь быть хорошим переводчиком. Поэтому, пожалуйста, расскажите нам о ДААТ, вашем программе и вашем представителе здесь, в регионе. — Да. — Ну, как мы говорили, ДААТ, это очень крупная организация академических обменов. и больше тысячи человек имеют возможность для прохождения академических стажировок и практик в Германии и других европейских государствах. Ну, как все зрители уже поняли, представителей ДААД в Украине 15 человек, так как Харьков, ну, это я к себе добавлю, академический город имеет большое количество университетов, у нас в городе находятся два лектора ДААД, один прикреплен к Каразинам, это непосредственно Ослам, и другому педагогическому университету, это Тима Янса. Ну, это оплачиваемые стажировки для украинских студентов. Украинских молодых ученых и просто ученых, которые дают возможность пройти или стажировку, или выполнять научную работу непосредственно в Германии, с обязательным возвращением на Украину, и эта же служба поддерживает этот проект еще некоторое время здесь, на Украине. Ну, больше 6 тысяч студентов в прошлом году проходило подобное, ну, вообще находилось на территории Германии и получали по подобным стажировкам. Да, и вот более 5 тысяч получали стипендию специально отдать от организации, поэтому мы можем понять, на какой большой объем выполняет эта организация, и какой вклад она вносит в украинское образование и в развитие академических украинских проектов. Да, очень важный программ для украинских программ в Германии. Потом это стипендии для молодых ученых, вот, и для научных разработок, и просто если у человека есть огромное желание учить немецкий язык, и он это может показать, вот, свою мотивацию для изучения языка, то, да, тоже предоставляет подобные стипендии для того, чтобы у человека была возможность учить его на территории Германии. Да, и сейчас у нас много нужно делать, потому что аппликационная дедлайн для всех этих учебников будет скоро, в ноябре и в декабре, поэтому сейчас мы получаем много консультации, и у нас много студентов, которые интересуются в учебнике и применять учебники. Ну, так как дедлайн по всем программам немецкой службы академических обменов, это в ноябре и, по-моему, для ученых в декабре, вот, то, ну, сейчас по всей Украине, ну, и по всему миру они представляют свои программы, постоянно проходят презентации в университетах, ну, пытаются публично рассказать людям о возможностях, которые предоставляет немецкая служба академических обменов. Да, но ДРД также поддерживает некоторые культурные события, также в том, что в ДНК здесь мы могли бы увидеть некоторые проекты, которые были созданы по ДРД. Ну, эта организация всегда пытается способствовать различным культурным мероприятиям, которые способствуют развитию Украина-немецких отношений. Вот недели Германии в Украине, которые проходят, они тоже проходят при поддержке, да, от организации. И, конечно же, мы не пытаемся просто отправить людей в украину, мы также пытаемся приглашать немецкие ученщики и студентов здесь, чтобы дать специи или делать учебы для ученщиков или академических работников здесь в Украине. Вот, но работа этой организации заключается не только в том, чтобы привлекать, ну, украинскую общественность для стажировок в Германии, но и привлекать экспертов из Германии, различных спикеров сюда, в Украину, для получения, ну, выражать свою экспертную точку зрения или проводить лекции. Вот, ну, я сам лично знаю, что неоднократно вот в университет Каразина, в ХПИ приезжают, ну, известные немецкие профессоры, которые тоже делятся своим опытом. Ну, опять же, все оплачивают, вот, да. And we also help, or we there to help the universities, for example, to get cooperation with universities in Germany or to find cooperative partners somewhere else. So, they have to do the cooperation themselves, but we are there to support them with contacts or to help to apply for funding. Ну, это одна из самых важных, ну, вот, как я считаю, работ ДААДА в Украине, то, что они постоянно помогают налаживать кооперацию между университетами, вот, помогают университету расширять сеть партнерских вузов в Европе и непосредственно в Германии. И потом уже, конечно, из такой кооперации выходят прямые контакты, двойные дипломы, ну, и совместная работа, которая уже идет уже сама собой. For example, the medical university here in Kharkiv right now tries to start in cooperation with the university hospital from Berlin, Charité, and they try to build a center for pain therapy. Ну, вот, ближайший пример, это наш Харьковский медицинский университет пытается наладить контакт с Берлинским медицинским университетом и открыть центр первичной помощи, вот, подготовки. Вот, ну, и, да, тоже сопутствует этому. Опять же, по моему опыту еще есть хороший пример двойного диплома в ХПИ, в Харьковском политехническом институте с Магнбургом и в Каразино тоже самое. And we also work with schools here in Kharkiv are, I think, three schools, DSD schools, they have offered the students the German Arbitur. Ну, и также пытаются поддерживать и школы, те профильные школы в городе Харькове, ну, немецкого профиля, да, не оставляют в стороне, и тоже пытаются способствовать. Yeah. Are exactly examples, exactly some programs for these students from this school? For example, my, actually, my colleague Timoyansa is responsible for the schools. He is, he gave last Saturday a course for the teachers from schools in German, for German, for teaching German language. He is a linguist, so he helped them to, I don't know exactly which topic it was, but they helped, made a workshop. Workshop, how to teach them. Yeah, то есть они еще и, то есть лектора, да, от которых здесь находятся, они преподают в этих школах как носители языка, то есть это тоже как большая общественная нагрузка, но они ее тоже выполняют, ну и проводят презентации возможных программ только для студентов. Also, during the German weeks, we had a workshop for interpreters, for translators, and we invited the students from the universities who studying translation, and we made examples. We had the, yeah, we played situations, she was actually playing the Ukrainian, we played the Germans, and the student had to fill the translation, and they could just practice and try, and afterwards they get an estimation, what worked good, what they have to improve, and it's really important for them to practice, and it's really good for them to hear native speakers speaking, and then they have to translate, because it's something difficult if you have just a written situation, and you practice like, you know, at the theater, it's different. Ну вот, опять же, недавно, в рамках недели Германии в Украине проходил такой круглый стол конкретно для переводчиков, вот, и они привлекали профессиональных людей с немецкой стороны, у нас привлекали преподавателей, ну, перевода с различных университетов, а также студентов. Ну, просто хотелось сказать, что эта организация открытая, это государство, государственная организация, то есть каждый студент, каждый желающий, каждый родитель может прийти на консультацию, для этого электорады Аты находятся непосредственно в Харькове, чтобы давать такую консультацию. Непосредственно Ослан принимает у нее приемные часы в Каразино университете и в украинском, немецком академическом центре, тоже в Каразино университете, но это северный корпус. И также есть ее коллега Тима Янсен, у которого тоже есть свои приемные часы, и все это можно посмотреть на сайт Адат в Украине. Это все большое предложение. Ну, если просто в гугле ввести Адат, то спрос на эти программы настолько большой, что все-таки это легко найти. Но все-таки, ну, с моего опыта показывает, что все равно не все люди знают. Просто не все люди знают, даже университет, академическое сообщество, что они могут пригласить через эту организацию совершенно бесплатно какого-то эксперта, если он им необходим. Окей, филинданк. Теперь моя очередь. Вот. На самом деле, очень был нелегкий труд у нашей организации, и помогали наши немецкие коллеги. Но 4 года назад мы стали представителем немецкой биржи труда по программам ЦАВ на Украине, что дало возможность официально, бесплатно, сотням студентов украинских разных специальностей проходить стажировки и практики на высококвалифицированных предприятиях Германии. Вот. Это тоже хотелось просто упомянуть о этом проекте, потому что мы получаем около 500 заявок в год, наверное, со студентов со всей Украины. Вот. У нас уже 77 партнерских университетов и около 110 общественных организаций, которые пытаются вот содействовать. Просто мы все понимаем, что от образования достаточно много зависит. То есть, насколько мы будем образованы, время не стоит на месте. Вот. И, к сожалению, уже наши предприятия, те, что когда-то были флагманами нашего украинского производства, к сожалению, сейчас не показывают те результаты, которые показывают даже средние предприятия в Европе. Поэтому, конечно, наших молодых людей, наших студентов надо обучать так, как на этого требует жизнь и современность. Вот. Поэтому об этом просто хотелось упомянуть. И самое важное, что тема сегодняшней пресс-конференции, я бы хотел еще упомянуть, что надо работать не только над тем, чтобы у украинских студентов или у украинской общественности была возможность куда-то уехать и принести сюда опыт, но и для того, чтобы к нам в Украину ехать. То же самое. Четыре года назад, около четырех лет назад, мы подумали о том, что из-за проблем на Украине, да, достаточное количество людей пытается выехать. И мы подумали, как сделать так, чтобы к нам приезжали. И мы подумали, что на самом деле у нас в стране, у нас в городе достаточно качественных организаций, достаточно качественных предприятий, чтобы проходить стажировки у нас. Вот. И мы разработали такую программу, она называется на немецком Freiwilligen практикантен программ, у которой у студентов, молодых специалистов из Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Северного Тироля и Бельгии появилась возможность приезжать сюда через нашу организацию и проходить на волонтерских началах тоже эту стажировку. Это получается у нас пять программ. Это для спортсменов, для филологов и словистов, одна из самых популярных программ, проектные ассистенты, свободные ассистенты, мы их так называем, или этноассистенты. Мы у всех людей, у которых бабушки, родители были, жили на Украине, вот у них есть возможность по этой программе приехать на Украину, не просто попутешествовать, а сделать что-то полезное. Они от нашей организации получают небольшой какой-то проект социальный, и в рамках этого проекта они работают здесь на Украине. Вот. И мы называем еще бизнес-ассистенты, но они ничего общего с бизнесом не имеют. Это люди, которые проходят практику на наших предприятиях. Просто в рамках перевода, в рамках... На предприятиях? Это не крупные предприятия, это мелкий и средний бизнес. Да, потому что на самом деле, если, допустим, в Германию, беру, изучать внешнюю экономическую деятельность Восточной Европы или нашего региона, да, то очень тяжело там объяснить, как действуют наши, вообще работают наши, ну это нельзя сказать, схемы, но наша экономика. Поэтому у них желательная практика для того, чтобы они хотя бы приехали и побыли, увидели, чтобы понимали, как... Потому что мир становится глобальным, и узнать про ассоциацию с Европейским Союзом, которая, дай бог, вступит еще, ну достаточно, по-моему, если ее не перенесут в 16-м году, вот, то коммуникация, особенно с европейскими странами, будет еще плотнее в сфере экономического сотрудничества. А как коммуницировать? Как правильно работать? То есть, допустим, наши европейские коллеги тоже еще не до конца понимают. Вот. И что я хотел сказать? Что по этим всем программам, вот, уже за последние три года, более 100, ой, 200 человек мы привлекли, вот, которые работают на Украине, которые делятся своим опытом, которые приносят что-то новое, вот. Минимум, что в любой коллективе, в любом коллективе, как только появляется иностранец, все сразу начинают учить иностранный язык, потому что мы в этом плане тоже, к сожалению, пока отстаем, если в Европе человек, который разговаривает на двух-трех языках, ну, яркий представитель Сиди Тосла, она сама немка, да, и с нами шикарно проводит пресс-конференцию на английском языке. Вот. То, к сожалению, и что касается нас, мы прекрасно говорим на украинском и на русском языке, да, ну, вот, английский и немецкий, он, вот. Ну, хотя, та работа, которую ведет ДААТ, которую ведут другие международные организации, которую ведет непосредственно в нашем регионе, наша общественная организация, мультикульт, ЮА, говорит о том, что тенденция улучшается, что молодое поколение, по крайней мере, английский язык уже более-менее хорошо осваивает. Ну, и, конечно, мы работаем над мульти, как это сказать, многоязычностью, вот, потому что современный мир требует коммуникации, вот, и без знания языка, конечно, никуда мы не денемся. Может, вопросы какие-то будут. Да, есть вопросы, вы рассказываете результаты, вот уже, как этот момент происходит, а мы, интересно, начальное выступление, то есть, все равно есть какие-то критерии отбора этих молодых людей, студентов, или каковы, обязательные критерии, обязательные, каковы, ну, да, я расскажу по своим программам. Сначала, вот, допустим, все, что касается программы ЦАФ от немецкой биржи труда, то это должны быть студенты обязательно очной формы обучения, обязательно невыпускного года обучения и со знанием немецкого, хотя бы на уровне, элементарном уровне, то есть немцы готовы брать даже элементарный уровень немецкого языка. Вот, это и все критерии. Принимать участие могут, главное, каждый студент, любых специальностей. И только единственное, что если человек конкретно хочет куда-то, вот, как у нас, допустим, на завод БМВ, да, хочет человек, это, ну, нормальная практика, правда, это только у одного человека получилось. Он сам ведет переписку с этим предприятием и говорит, что я такой-то, такой-то, я хочу у вас пройти практику. И как только он получает согласование, то есть он обращается к нам, и мы через немецкую биржу труда, ну, согласовываем официально, чтобы это все было правильно. Вот, то, что касается... Сферы деятельности, специализации, то есть? Все. Вообще все? Да, все. То есть от сельского хозяйства, сфера искусства тоже, но это тоже индивидуально. То есть сфера искусства, это человек, он имеет возможность такую, но он должен сам найти себе место для практики. Если, что касается сельского хозяйства, аграрии, у них закрыт вопрос. Что касается сферы обслуживания, отельно-ресторанного дела, бизнеса, что касается поваров, ресепшенистов, ну, здесь практически никогда проблем есть. Если касается вопрос производства, искусства, медицины, ну, с медициной это вообще отдельный вот вопрос. У них есть возможность, но они должны немножко, у них путь другой. То есть они немножко сами должны поработать над местом в своем будущем практике. Ну, сама возможность у них уже есть. Вот. Что касается непосредственно по тех иностранных граждан и профессионалам, молодых экспертов, которые мы сюда приглашаем, то у них критериев нет. У них главное желание. Ни возрастных никаких. То есть у них главное желание, они пишут, присылают свое резюме и свое мотивационное письмо, почему они хотят работать на Украине. Ну, в Украине, я извиняюсь. И получается, я скажу, что на данный момент, вот сейчас находятся в Харькове два проектных ассистента и в Полтаве, и в Сумах. Вот. Это, получается, один языковой ассистент, это Армин Петер. Он преподает, помогает кафедрам иностранных языков в ХАДе, в автодорожном университете, в ХПИ и в НОА, Народной Украинской Академии. Есть еще Симон, тоже наш волонтер, это молодой политолог, он работает, ну, был прикреплен к Орегиональной Академии при президенте Украины, и там постоянно находятся наши ассистенты, которые готовят разные, помогают в подготовке каких-нибудь международных мероприятий. Вот. И в Каразино, вот, он тоже при Немецком Академическом Центре и сотрудничает с кафедрой политологии. Вот. Ну, вот так вот. Нет. Это, то есть, языковые ассистенты, это филологи и словисты, а проектные ассистенты, это в основном политологи или внешняя экономическая деятельность, это люди, которые ведут конкретные проекты. Проектов множество, я могу просто перечислять, это зависит от конкретного места, где находятся, ну, сами эти ассистенты. Вот. Что касается критериев АДАТ, ну, do you understand? Угу, у меня есть критерия для студентов. Угу. 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 Университет имеет определенные критерия, что студенты должны узнать, что это в порядке. Другие критерия являются для учреждения ДРД. Для университетного программа они должны говорить в нем уже хорошо, но если они изучают английский университетный программ, то они должны знать английский очень хорошо. Таким образом, университетный уровень от B2 до C1, зависит от университета. И так как я знаком с программами DAT, я могу сказать, что самым основным это необходимо знание немецкого языка на высоком уровне. Все остальное практически есть для всех возрастов разные программы. Главное, чтобы этот человек был с академической сферой. Я имею ввиду или студентом, или аспирантом, или преподавателем университета какого-либо, или докторантом. И получается, есть и английские программы, то есть с хорошим знанием английского языка, но, конечно, это немецкая академическая служба, поэтому в основном все программы направлены на развитие немецкого языка и культуры. Но возможность для английского есть, но конкурс намного выше обычно, чем для немецких программ. Ну, опять же, это говорит о подтверждении уровня знания языка. Опять же, смотря куда человек хочет, если он хочет получить стипендию на изучение языка, или он хочет учиться в немецком университете, везде критерии разные. Но вот эти тесты, которые, в принципе, украинское общество их знает, как TOEFL, TEST, DAF, ONDAF, I exactly like that you have ONDAF. Yeah, we make ONDAF and ONSAT. That is enough for the application for the scholarship. That's a language that shows which level of language you have. So, it's an estimation of your language skill, and TESTDAF does the test of the institute here. Но это очень важно для наших студентов, то, что непосредственно лекторы DAAT, которые находятся в тех городах, где они есть, они имеют возможность принимать тесты ONDAF и SET. ONSAT, it's English version. Ага, ONSAT. То есть, и английского варианта, и немецкого, что дает студентам возможность, опять же, бесплатно пройти этот тест, для того, чтобы они имели возможность подавать свои заявления на участие в различных программах. And the students for applying for master scholarship, they have to be in the fourth or five year of their study. Ну, те, кто подают на более, ну, на магистра, получение степень магистра, они уже должны, ну, 4-5 лет пройти обучение здесь, на Украине. Ну, я скажу так, что программ множество. Да, вот на сайте DAAT специально для Украины сделал украинскую версию сайта, на которой на нашем доступном языке, на украинском, на русском написано все эти критерии. Это не является проблемой найти эту информацию. Проблема – это донести до людей то, что такая возможность есть, как и в нашем случае, так и в DAAT случае. Я сегодня еще хотел пригласить наших французских коллег, которые представлены здесь в регионе, французского института и французского альянса, к сожалению, не пришли. У них тоже достаточное количество проектов и программ. А как долгая английская студия? How long? How long this scholarship is. For the master program they can apply for just one exchange semester, but they can also get a scholarship for the whole period of the master program. So it can be one up to two years, depends how long the master program is. Да, это все индивидуально. То есть от одного семестра – это как человек пишет свою заявку. Он хочет просто по обмену поехать на один семестр по своей специальности или он хочет полностью получить своего мастера непосредственно на вузе, немецком вузе или европейском вузе. Вот так вот. То есть это тоже все индивидуально. Опять же для ученых, преподавателей все тоже индивидуально. Они едут на месяц по обмену или по какой-то теме. То есть это совершенно разнообразная программа, совершенно разнообразная аппликация. Да. 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 Ага. Да. Восемьсот пятьдесят евро в месяц. Да. Но опять же и обучение покрывается. Это студенты должны заплатиться в месяц. Нет, нет, нет. Это им платят стипендия, да. Это они получают для обучения, находятся там. В месяц. Это в месяц. Да. Но это в месяц. Но это не так много. Потому что… В Германии есть. В Германии. Но это достаточно. Да. Это достаточно. И это важно для студентов, если они приходят к консультациям, спросить, где они хотят изучить. Потому что иногда они любят очень дорогие городки. И там это довольно дорого. И 150 евро не достаточно. И они не имеют возможности по дороге и по дороге? Нет, конечно, нет. И они не позволят работать во время изучения. Поэтому это очень сложно. Они часто задают это, но они не позволят. Поэтому они должны найти город, где они могут жить. хорошо с этим денег. Да. Ну, прежде всего, это всегда должна быть здравая логика. Потому что всегда студенты пытаются выбрать университеты в больших городах. Ну, там, образно, как, например, Берлин. И все. Эти города, они сами по себе дорогие. Поэтому при выборе университета, но для этого есть консультанты, которые консультируют, они советуют, конечно, выбирать в менее крупных городках для того, чтобы этой стипендии не полностью хватало на быт и существование в Германии. Но по моему опыту я скажу, что если не заниматься расточительством, то этих денег вполне хватает студенту для существования в Германии. Тем более и остальные статьи тоже покрываются. Я имею в виду, это только те деньги, которые даются. Вот сама стипендия. Но, и опять же, у ученых, у преподавателей это все совсем по-другому. Yes, about scientists. Yeah, it's a totally different program. Да, у них совсем другие деньги, совсем, ну, совсем все по-другому. Совсем другие условия, но на порядок лучше. Do you have some lessons in Karazina Uni? It's language courses or it's some presentation about your program, and everybody have the possibility to come to you. Okay, I teach at the university, and I teach the fifth and fourth year of interpreters. And that's closed courses, but we have some language courses at the German-Ukrainian center, but right now I don't actually give language courses, but we have a language club each Friday. And Simon, yes? No, no, Simon is teaching something, but the language club is each Friday at six at the Ukrainian German academic center, and that's open for everyone, and it's free of charge. То есть за теми местами, где закреплены непосредственно лектор АДАД, они просто преподают, как обычные преподаватели вузовские, да, но это у определенных групп. То есть это является закрытой частью, а также они преподают в других местах, как в Украино-Немецкие академические центры, ну, в Каразино вот есть, туда их можно посещать, может посещать каждый. Опять же делаются спикинг-клабы отдельные для людей, которые, ну, хотят развивать свои языковые навыки. А конкретно о презентациях вот этих программ, они проводятся отдельно в университетах, договорятся с университетами о подобных презентациях, ну, и проводятся презентации всех этих программ. или происходит это все на консультациях, то есть консультации, о которых мы говорили ранее, туда можно прийти и проконсультироваться. Я уже начинала мой работ, но я также планирую имплементировать немецкий фильм «Ивенинг» и, возможно, язык для медицинских студентов. Это язык для медицинских студентов. Да, Ослама, она является новым человеком в Харькове, она буквально месяц, как приехала вот сюда, она сменила тоже очень активного лектора, да, это Максимилиан Донер, который сейчас будет работать в Белоруссии. Вот, она является очень активным человеком, его своего опыта уже, могу сказать, за один месяц намного наслышан. Да, и, получается, у нее еще, она хочет немножко поспособствовать медицинскому университету, вот, в своей работе. Ну, и, опять же, сделать для них language courses. Да, это нормальная языка, это специфика для медицины. Да, да. Вам спасибо большое. Спасибо ее. Да. năm. Спасибо. Спасибо. bin и спасибо.